добрый день здравствуйте приветствую вас на своем канале мотоциклы для взрослых мы в этом салоне ауди алтуфиева нахер оромео זו הייתה, фантазия נהדרת מה שהוא אומר עליי, העולם נראה אחרת כל קורה מהר אולי, מתקן אחד יותר מדי אני לא עודה בכל הבא Добрый день здравствуйте мы наконец-то в салоне дукати алтуфьева снимаем дукати потому что ямаху мы снимали две бмв мы снимали и соответственно наконец-то дошло время снимать красивые мотоциклы ну ямаха была такая средняя бэха тоже средняя потому что дизайн там что xr что гуся он как бы такой немецкий немецкий дизайн это вот как бы из квадратов прямоугольников желательно под углом 45 градусов а может быть там три раза по 30 или два по 45 ну и собственно вот немцы так живут они так видят мир и такую технику выпускают дукати имеется ввиду итальянцы они как бы другие да то есть если вы например где-то за рубежом в том месте где много людей разных национальностей из разных стран ну наверное это какая-нибудь выставка ну например вы на выставке в милане или вы на выставке в ганновере и неважно чему эти выставки посвящены это может быть там машиностроение это может быть какие-то другие отрасли промышленности может быть что-то дизайнерское ну не знаю там мебель кухни и так далее вы среди посетителей очень легко отличить итальянцев от например других европейцев в особенности немцев ну и от американцев тоже сейчас я расскажу как это сделать это сделать очень просто вот вы идете например видите человека такой не непонятной формы такого как бы такое ну такого ну такого всего не могу сказать что это жертва гамбургеров но что-то в этом роде в отвратительном сером костюме или черном костюме который мешковато сидит у него должна быть обязательно рубашка непонятно какая такая слегка помятая какой-то галстук невнятный и когда вот так сверху идете вниз видите совершенно стоптанные черные уродливые ботинки то это немец ну как бы вот вот они все такие то есть как бы немцев которые со вкусом хорошо одеваются у которых красивая обувь красивые костюмы рубашки там носки их практически нет ну может быть они каких-то в самых высоких топовых позициях компаниях и они на выставке не бывает но в общем традиционный немец это вот такой и обратная сторона итальянец например любой итальянец он он будет красиво и со вкусом одет и ты смотришь такой о это италия и как бы там сразу понятно так и здесь есть гуси есть есть xr и ну gtl и рт ну так себе ну куда-то там они пытались наверное сделать какой-то красивый дизайн но с разным успехом вот италия но в данном конкретном случае сейчас дополнительно скажу это была италия которая замахнулась куда-то не туда то есть у мультистрады эндуро было два дизайна сейчас полно сохранился один дизайн желтый такой песочный как будто его покрасили такой вот абразивной краской который красит военную технику американцы перед вторжением в пустыню и перед определенным очередным насаживанием демократии да вот почему-то дукатти решили покрасить одну мультистрады эндуро вот в такой вот желтый песочный военный цвет это первая волк это странная история и вторая странная история была перед этим потому что они красили в такой зеленый военный тоже матовый цвет как бы с намеком на военную технику бундесвера которая не знаю куда для каких целей собственно красилась такие цвета и и это было странно вот мы купили как раз моему другу мотоцикл эндуро 1200 мы купили его у хорошего владельца который не жалел денег там на обслуживание который на нем нормально ездил то есть это была хорошая техника из хороших рук но у нее был минус значит изначально вот этот мотоцикл был зеленого военного цвета такого милитари green прям такой который не блестит на солнце и соответственно миша говорит давай сделаем красиво ну давай сделаем красиво ну как обычно давай делаем красиво началось все с простого купили вот такие наклеечки это классные итальянские наклейки вот они такие красивые там лаки explorer но понятно что это в цветах лаки страйк наклеили и получили такой средний вариант то есть вот здесь это все такое милитари черная не крашеная пластмасса вот это вот это тоже черная не крашеная пластмасса вот это было милитари такого зеленого грязного цвета и вот это все остальное тоже на баке и получился такой странный вариант типа вроде как половина красиво а половина не очень поэтому дальше приняло решение доложить еще сотку потому что покраска мотоцикла стоит дорого значит доложить еще сотку и соответственно покрасить его полностью что для этого было сделано для этого по цветам лаки страйк соответственно мы подобрали краску ppg но мы работаем с ppg ладно кто не понял до сих пор я скажу что тюнинг это мое хобби то есть вот как кавасаки например они делают танки поезда самолеты корабли и мотоциклы у них хобби так и у меня есть как бы чем заняться до мотоциклы для меня хобби там на сигареты и на стрельбу то есть я последнее время увлекся стрельбой и как бы очень мне нравится это как бы не менее серьезная тема чем езда правильно из данном мотоцикле вот стрельба стоит денег поэтому часть денег от тюнинга идет туда то есть но как бы одно хобби дает возможность развивать другое хобби так вот значит работаем из ppg вот это вот этот мотоцикл как и там все следующие у меня еще два в работе они все красятся конкретно ppg made in italy то есть вообще компания американская но то что идет на наш рынок это с итальянского завода соответственно вот здесь вот это все по фирменным цветам lucky strike мы подбирали и насколько получилось вы видите да то есть вот если убрать отсюда света вот зайти прям как нужно и человеческими глазами взглянуть они матрицы фотоаппарата то цвет вообще идеально подходит то есть lucky strike здесь и красный здесь зеленые вот сюда аккуратно заходим заходим зеленые сюда и идем вниз зеленые белый белый тоже то есть здесь мы подбирали три цвета красный белый зеленый но это понятное дело итальянская тема как здесь оказалось lucky strike ну в общем то оказалось неважно красиво да чего здесь не хватает опытный глаз опытного дукатиста увидит что здесь не хватает надписи ducati это мы заказали сейчас как бы ждем приклеим и не хватает вот здесь вот значка 1200 и здесь вот такого итальянского флажка на это все наверху соответственно здесь тоже мы все это заказали ждем приклеим будет полностью закончена значит вот обратите внимание вот сюда вот можно посмотреть вот этот важный момент нашли специальный праймер который позволяет сохранить рельеф заводской пластмассы и при этом успешно покрасить и эта краска не отвалится среднюю накладку так сказать где кнопочка там такая стоит мы не красили специальным потому что это перекликается с черной окантовкой самой вот здесь приборной панели по факту окантовка приборной панели черная сама приборная панель черная дальше идет зеленый цвет дальше белый цвет и красный трехцветная окраска но изначально не планировалось планировать двухцветная я думал покрасить вверх в зеленый и низ в белый потом прикинули как бы красиво получается переходит это как бы не очень легко но те кто хорошо умеют красть они умеют вот собственно поэтому бак можно сказать состоит из четырех цветов из четырех разных цветовых зон по мне очень красиво то есть вот до этого когда какие-то анонсы выкладывал в stories или как они в комьюнити то люди писали зеленый цвет там то все 5 10 не подходит я вам скажу ребята смотрите у нас к сожалению в россии есть такая тенденция когда вот ну ты пошел в магазин например за мотоэкипировка и какие ты видишь там цвета ты видишь там цвета белые видишь цвета черные черно-белые и темно-коричневый все вот у вас есть четыре цвета мотоэкипировки когда ты заходишь куда-то на любой европейский сайт производителя мотоэкипировки то там ты видишь вообще огромнейшую палитру цветов то есть к сожалению наши стереотипы российские русские какие угодно они вот черные белые и черно-белые все как только идет какое-то отклонение к это в сторону сразу все это не то непрактично короче вот например я считаю что мотоцикл это веселая история то есть как бы вот она и веселый она достаточно эмоциональная и и поэтому ограничиваться черным белым или красным таким ярким не стоит вот здесь прекрасно все сочетается ну прямо прекрасно если если через видео нам не удастся как-то передать насколько хорошо вот это сочетание зеленого красного и белого на мотоцикле смотрится ну тогда это будут вопросы к видео то есть к самой матрицы к самому фотоаппарату к производителю этого фотоаппарата там кинокамеры как годно в живую глазами человека у которых сколько я не помню 50 что ли или 60 мегапикселей ну как-то очень много и самое главное не очень у человека очень очень широкий динамический диапазон то есть там где камера не может на фоне яркого света достаточно хорошо и отчетливо увидеть объект потому что там не хватает динамического диапазона человеческий глаз это может поэтому вопросы к цвету это вопросы к электронике на самом деле смотрят все хорошо так вот про дукати дукати в дукати дукати получается это наверное единственный производитель мотоциклов именно производитель мотоциклов промышленной то есть мы не берем гаражные поделки от мви агусты которые там собираются в каком-то таком маленьком этом стареньком гараже вот который экспериментирует с цветами то есть у дукати красивая палитра раз и допустим если посмотреть на новый пайк спик который только только вышел ну конечно там красота то есть там черный красный белый с оттенками и правильные сочетания они прям сделаны хорошо опять же там как правило на пайк спике свой красный цвет он отличается от красного цвета там на на чем угодно можно спросить и на файтере другой красный и на панигале другой красный на пайк спике свой вот белый красный и черный на пайк спике вот так смотрится ждем кстати скоро будем делать распаковку первых мотоциклов которые сюда придут увидите сами а собственно вот у нас получилось такое интересное сочетание еще когда окончательно все уже было готово то получилось что у нас как бы 5 2 пересекающиеся цветовые зоны есть цветовая зона красная снизу есть цветовая зона белая и как бы по диагонали их пересекает зеленая ну по мне очень красиво вот наверное про мотоцикл пока все потому что в принципе и так все понятно да теперь дальше хочу сделать маленькая маленький наверное там анонс по поводу наступившего 22 года и скоро наступающего мото сезона так вот по поводу сезона 2022 еще я так понимаю где-то ну может быть недельки 3 месяц и можно будет ехать что я могу порекомендовать тем людям которые либо открывают мотосезон и для них это будет 1 либо те кто продолжает для них это будет там какой-то энный по счету ну для тех кто открывает надо как бы подождать ну то есть есть некая рекомендация надо дать водителям привыкнуть к наличию мотоциклистов на дороге то есть подождать примерно обязательно здесь напротив так то есть рекомендация первая тем кто начинает свой мото сезон в 2022 году это немножко подождать подождите пока водители привыкнут к мотоциклистам почему для одних это актуально для других нет но вот например я считаю что опытный ездок но у кого-то много сот тысяч километров накатан на машине но я считал свои там ну где-то у меня на 2 миллиона есть вот он опытный ездок с большим пробегом на машине на мотоцикле он как бы просто шестым чувством вот у нас в мозге есть вот это так сказать там те видимо те я не очень сильно разбираюсь как у нас работает мозг но видимо есть какие-то отдельные там зоны которые отвечают за обработку информации на на базе огромного того большого опыта который был да то есть по каким-то малейшим движением водителя ты понимаешь чего от него ждать где надо открыть газ и отъехать или где можно притормозить и уйти пока у неопытных водителей и у неопытных мотоциклистов нет этих этого огромного багажа да там терабайтного то конечно стоит подождать где-то наверное до середины мая когда водители такие типа эти мотоциклисты уже здесь ездит надо аккуратнее там смотреть зеркала поэтому вы подождите это первое второе желательно конечно в свой первый сезон равно как и во все остальные сезоны выезжать на нормальной технике ну то есть я бы вот никогда никому не порекомендовал покупать какой-то там шлак с японских аукционов без abs без антибукса старые со старой пластмассовой резиной с непонятно какими колодками с непонятно какой там тормозной жидкостью ну понятная история что конечно всем хочется купить мотоцикл и есть некий момент как бы вот это назвать такой соблазн да когда тебе в уши продавцы бэушной японской техники и какой угодно другой вдувают истории о том что ты можешь купить хороший мотоцикл за 300 тысяч ты можешь купить хороший мотоцикл там за 400 тысяч у тебя начинает гореть глаза ты там выкладываешь деньги потом как правило это получается все в дрова а как бы ну дрова на машине условно но ты едешь ну сломался ничего страшного там эвакуатор поехали или например ты можешь ездить на машине на лысой старой резине там крайнем случае ты куда-то уберешься останешься жив с мотоциклами эта история не прокатывает то есть если вы купили какой-то дешевый мотоцикл за последние деньги то явно у вас нет денег на экипировку на хорошую явно у вас нет денег на мотошколу где вам объяснят как это вообще на самом деле что такое мотоцикл им управлять и это все может однажды плохо закончится вот я бы хотел предостеречь оптимистов которые думают что сейчас мы тут здесь подешевле тут по минимуму тут сами научимся вот в куче и и в общем целом вот этот вот подход что сейчас как-нибудь мы сами а как же вот люди на явах ездили а как же ездили там на ежах и всем остальным ну вот в современном мире это все не прокатывает то есть если у вас есть возможность купить хорошую экипировку покупайте и если у вас есть купить возможность купить мотоцикл как минимум с abs и поставить на него хорошую резину ну тогда это будет нормальный вход то есть по крайней мере вам тогда не будет обидно да если вдруг что-то произошло то вы максимально себя обезопасили купив хорошую технику поставив хорошую резину и купив хорошую экипировку опять же как бы вот это вот эти все вот моменты они не дают никакой гарантии абсолютно но они по крайней мере очень сильно отодвигают вероятность каких-то негативных событий на дороге только благодаря тому что техника будет работать на вашей стороне по поводу abs есть прекрасное видео его как раз сегодня выпустил замечательный блогер он называется moto control вот я его периодически смотрю сам вот он мне очень нравится он правильные вещи рассказывать правильным простым языком для тех людей которые либо входят в мототему либо которые в ней находятся недавно и хотят как-то свои знания и умения и навыки поднять на новый уровень вот поэтому посмотрите вообще его весь канал там про управление мотоциклом очень много моментов про выбор мотоциклов и вот собственно у него последнее видео было про бс прямо прекрасная moto control еще расскажу вот дальше вот хотелось бы отметить спонсора continental continental делает отличную резину для машин для легковых и для грузовых и делает отличную резину для мотоциклов значит continental как компания европейская делает только качественные вещи то есть у нас есть компании японские есть европейские есть азиатские у которых там большой спектр выпускаемой продукции и они работают в разных диапазонах то есть они работают диапазонах там от супер дешевых вот и до супер дорогих у continental есть диапазон только один он называется хорошие качественные шины для мотоциклов дальше они разбираются по сегментам то есть там чистый спорт это трековая история так называемый track road то есть где трек какой-то достаточно значительный процент и где-то использование на дорогах общего пользования есть так называемый гиперспорт это для мощных дальнобойных мотоциклов есть так называемые там городские резины есть туристические еще раз обращу внимание continental вот мне нравится их резина я сам на ней езжу у меня еще есть немного вот у меня еще немного есть старых запасов пирелли пирелли я тоже очень люблю отношусь к ним с большим уважением потому что пирелли это номер один continental это как бы хорошие резины но все равно это не пирелли пирелли где-то здесь концерт где-то здесь поэтому если у вас есть возможность и желание купить новую резину купите поменяйте тормозную жидкость если есть деньги и вообще желание ездить с удовольствием съездите в сервис проверьте состояние состояние амортизатор передней вилки там амортизаторов задней подвески потому что жидкость амортизационная она там требует определенных замен через определенное количество времени я это не помню сколько не важно иными словами проверьте состояние вашего мотоцикла раз если есть желание ездить вообще прям со вкусом замените жидкость в амортизаторах и и в вилке и конечно же съездите первое время куда-нибудь на площадку но например к тому же мотоконтролу чтобы он ваши знания и умения и навыки немножечко затюнил потому что те кто не ездит зимой ну ты начинаешь немножко забывать организм так устроен что то что ты постоянно не тренируешь он откладывает долги ящика это ящик может очень далеко уйти надо из этого долгого ящика знания езды на мотоциклах вытащить вперед поэтому обязательно ну как бы обязательно это хорошо но желательно немножечко себя потренировать на площадке перед тем как выезжать ну и естественно желаю всем хорошего сезона ровных дорог хорошей погоды пока до свидания